всем привет дорогие друзья недавно спорил с одним своим знакомым он мне объяснял что для промывки топливной системы не обязательно подключаться именно к топливной системе к топливной рампе возле фильтра а можно просто залить ее в бак и очистить таким образом всю топливную систему я вам скажу так можно это делать только на автомобилях которые имеют пробег не более 50 тысяч километров все автомобили которые имеют пробег более 50 тысяч километров нежелательно заливать в бак промывки почему потому что обратите внимание на эту фотографию бак засорен внутри да здесь пробег конечно побольше и никто не знает какие там засоры имеет ваш бак то есть отложение определенные из бензина появляются на стенках и добавляя присадку для промывки топливной системы вы таким образом можете просто погубить свой инжектор может накрыться у вас насос из-за того что у вас забьется фильтр вся эта грязь которая растворится со стенок бака пойдет по магистралям можно забить магистраль может забить фильтр для тонкой очистки и сетку в общем и насос может и все что угодно то есть грязи будет очень много поэтому я не рекомендую ни в коем случае автомобили которые имеют пробег более 50 тысяч промывать именно промывки которая зарывается в бак если уже вы решили промыть и свой инжектор на автомобиле или там пусть даже карбюратор то делайте это правильно снимайте шланг подающий топлива на фильтр меняйте сразу фильтр фильтр выкидывайте старый ставьте новый фильтр подключайте к системе промывку свою допустим такой как wins или там какая-нибудь другая промывка есть эти промывки которые непосредственно очищают не только топливную а также внутренние части именно самого двигателя они лучше чистят и вы почистите именно конкретно вашу топливную систему а магистрали и бак когда уже у вас большие пробеги достаточно вскрыть лючок бензобака и если у вас насос погружной вытянуть оттуда заборник вместе с сеткой сетку соответственно всю снять и тут помыть либо заменить на новую и также установить на место а сам бак именно ну можно сполоснуть от от влаги лишней там если у вас там ржавчины много будет то соответственно от ржавчины это самое простое но просто так на автомобиле который проехал более 50 тысяч километров промывать заливая в бак промывку это крайне нежелательно вы просто после промывки можете где-нибудь стать просто не двинуться с места мои знакомые с этим сталкивались неоднократно после промывки они просто тупо останавливались потому что автомобиль перестал ехать потом приходилось разбирать чистить всю систему так что если кому понравились мои советы пожалуйста ставьте палец вверх не забывайте подписываться на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео и всем пока